Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу о бесплатном видеоредакторе от фирмы Microsoft. Называется он «Видеоредактор Microsoft». Или еще по-другому его знают как «MovieMaker». Значит, вначале, что бы я хотел про него сказать? Несмотря на то, что считается, что бесплатный и самый простой видеоредактор MovieMaker, или теперь он называется по-другому, называется «Киностудия» даже, вот так. Несмотря на это, это очень неплохой видеоредактор. Я бы сказал, что это самый лучший видеоредактор из всех бесплатных видеоредакторов. На нем можно делать очень хорошие ролики. И сейчас, коротко, прежде чем рассказать, как его скачать, я расскажу про него. Значит, так как он бесплатный, вы можете устанавливать его на любое количество компьютеров, где бы вы ни находились, уезжаете куда-нибудь, можете устанавливать на сколько угодно компьютеров. Не нужна ни лицензия, ничего не надо не платить. Допустим, если вы умеете редактировать в нем, разбирайтесь. Можете быть уверены, что в любое время вы его скачаете, он у вас будет отлично работать. Потом плюсы, что программа очень простая, то есть интерфейс чем-то напоминает вот такая, видите, шапка вверху Windows Word. Очень как бы приятно пользоваться, очень иллюзорно от анимации до визуальных эффектов, ну что почти одно и то же, то есть анимация это визуальные эффекты. Очень легко редактировать. Ну, что еще может добавить, что если вы подойдете к созданию роликов в творческом, ролики могут получаться очень даже красиво и очень хорошо. Итак, приступим к самому, как скачать саму программу, если она у вас, конечно, не предустановлена. Копируем видеоредактор Microsoft, скопируем в поисковую строку Яндекса. Вот первая ссылка, Киностудия Windows. Значит, тут есть сразу же кнопочка скачать, другие параметры скачивания и посмотреть в системе. Вот здесь, чтобы ваша система подходила, видите, вот, допустим, 32 или 64-питная Windows 7, Windows 8 или даже Windows сервер. Для всех этих есть, подойдет видеоредактор. Вот, значит, ну и так далее. Требования вы сами почитайте. Сейчас же я вернусь, значит, к... Так, вот, кнопочка нажимаете скачать, устанавливаете. Программа много не весит. Вот, значит, и вот так вот она выглядит. Значит, что я хочу сразу вам показать. Значит, чтобы создать фильм, создаем проект. Значит, даже не создаем. Давайте, вот я подготовил два видеоролика. Сегодня мы просто склеим вырезки из этих роликов. Допустим, вот в начале видеоролик. Вот такой, видите, вот он идет. Вырежем из него какой-то фрагмент. Допустим, не заставку. Вот, вот, очень красивый фрагмент. Значит, чтобы вырезать фрагмент из ролика, как видите, я просто кинул ролики вот сюда, в правую часть редактора. И они сразу же отобразились. Вот решеточка, это начало ролика. Решеточка заканчивается. Один ролик. И сразу же будет идти второй ролик. То есть, если мы сейчас нажмем сохранить фильм и смонтируем его, то получится в начале один ролик, и сразу же начнется второй, как непрерывно один фильм. Вот. Ну, мы, нам надо вырезать отдельный кусочек. И вот мы, значит, вот этим ползунком, мышкой, наводим на место, которое мы решили вывести. Потом мышкой нажимаем правка и разделить. Раз, разделяем. Потом можем либо нажать play, чтобы посмотреть, до каких пор нам понравился ролик. Вот, сейчас смотрите. О, вот будет переход. Нажимаем паузу. Вот я нажал. И нажимаем разделить. Также можно было просто пользоваться ползунком. Вот так мышкой брать на разделитель. Вот этот. И довести. И также нажать разделить. Все остальное можно удалить, просто нажав кнопочку. Видите, вот я выделил вот этот вот фрагмент ролика из вырезанного. Из вырезанного. И просто нажимая delay, видите, он исчез. Также выделяю первую часть ролика, нажимаем delete, и он исчезает. Вот у меня есть второй ролик красивый про подводное плавание. Также вырежем здесь. Вот здесь уже по-другому сделаем. Просто ползунок оставим, где нам понравился кадр. Нажимаем разделить. Мы как бы разрезали. И чуть-чуть погодя. Вот. Тоже разделить нажимаем. Видите? И так же поступаем. Удаляем первый кусочек и дальнейшую часть ролика. Вот у нас получился короткий ролик. Я его сразу же проиграю. Видите? И вот второй ролик. Я его чуть сейчас перемотал. Вот так вот. Всего на 25 секунд. Соответственно, чтобы сохранить, значит, прежде всего, надо, если вы хотите потом перемонтировать, надо просто сохранить проект. Значит, у меня папочка называется видео. Сейчас. Видео примеры. Вот. Мой фильм, вот так я его и назову. Видео пример. Раз. Сохранил. Теперь, чтобы редактор сделал из вот этого проекта видео, теперь файл. Нажимаем. Теперь нажимаем сохранить фильм. И монтировать с высоким разрешением. Если у вас мощный компьютер, у вас длинный ролик, это будет... То есть, если у вас длинный ролик, это будет долго. Но если у вас достаточно мощный компьютер, можете нажимать вот это. Ну, у меня достаточно мощный. Ну, вам я рекомендую для... Рекомендован для этого проекта. Обычно, почему-то он рекомендован для этого проекта. Форматирует в DVD-качестве. 840 на 600 разрешение. А вот здесь 1080p. Но я, так как ролик небольшой... Видите? И он мне предлагает сохранить в этой же папке, где и проект мой. И с названием ролика такой же, как и у проекта. Теперь нажимаю сохранить. И тут же происходит конвертирование или создание ролика по-другому. Я не знаю, как верно. Видите? Создается. И достаточно быстро, несмотря на то, что Full HD HD. Сейчас он сразу же предложит открыть, либо проиграть. И мы его как раз проиграем. Вот. Сейчас он предложит. Все. Открываем папку. И включаем наш ролик. Все. Вот он идет. Как видите, достаточно... То есть, видите, переход был в начале один. Как сделать красивые переходы, я уже в дальнейшем расскажу. То есть, вы можете вырезать любимые фрагменты из фильмов, из роликов. Сохранять их отдельности, либо склеивать вот так вот. Также вставлять видео, которое вы можете записывать с веб-камеры. Ну, а в дальнейшем, как уроки, как улучшать, создавать ролики или маленькие фильмы. Делать красивые переходы, вставлять текст, анимацию, визуальные эффекты. Конечно, они очень простые, но все же достаточно интересные. Вот. Я это все расскажу в следующем уроке. Благодарю за внимание. Всего вам доброго.